Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей скорой помощи и полиции в центре Кишинева. Авария произошла сегодня утром на пересечении проспекта Штефана Чалмаре и улицы Пушкина. Обе машины серьезно повреждены. Пострадавших нет. Как сообщила нашему телеканалу пресс-секретарь управления столичной полиции Наталья Стати, информация о ДТП на пересечении проспекта Штефана Чалмаре и улицы Пушкина поступила на экстренный номер 112 в 946. На место происшествия выехал экипаж полиции. Было установлено, что в ДТП попали автомобиль Дачи Логан с регистрационными номерами МВД и автомобиль Мерседес скорой помощи. В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются, отметила Стати, пообещав предоставить подробности позже. Прибывшие на место происшествия полицейские отказались сообщить нашему корреспонденту детали аварии. Что случилось, если кто кого-нибудь пил? Не знаю, спросите у агента, который будет заниматься расследованием. Между тем, в интервью информационному агентству ИПН водитель полицейской машины сообщил, что он ехал по служебному заданию со стороны сектора Буиканы по проспекту Штефана Чалмаре на зеленый свет светофора с включенным проблесковым маячком. По его словам, машина скорой помощи двигалась по улице Пушкина, а также с включенным проблесковым маячком, но на красный свет. В Национальном центре доврачебной скорой медицинской помощи нашему телеканалу сообщили, что пациента вне от ложки не было. Бригада скорой медицинской помощи ехала на вызов. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В машине скорой помощи находилась бригада скорой медицинской помощи, пациента не было. Судя по фото и видеокадрам, с места происшествия полицейский автомобиль врезался вне от ложку. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Для машины с номерами МВД потребовался эвакуатор. В квартире в столичном секторе Рыжкановка молодой человек обнаружил бездыханное тело своей девушки. Пресс-секретарь Кишиневского управления полиции Наталья Стати сообщила нам, что правоохранителям об этом стало известно во второй половине дня 3 апреля. В ходе осмотра судмедэксперты не выявили следов насильственной смерти. Тело было направлено в Центр судебной медицины для проведения экспертизы и установления точной причины смерти. По данным полиции, девушке было 25 лет. Она училась в Кишиневе. Полиция сообщила также, что по данному факту начато расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. Администратор одной из коммерческих компаний предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 3,5 миллионов леев при продаже в Румынию и Турцию ядер грецких орехов и орехов в Скорлупе. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает, что обвиняемый совершил противоправные действия в октябре-декабре 2015 года, получив прибыль в размере более 30 миллионов леев. Налоговая служба потребовала от него выплаты штрафа в размере более 8 миллионов леев. В то же время на имущество мужчины наложен арест. Как уточняют прокуроры, ранее обвиняемый проходил подозреваемым по уголовному делу о контрабанде ядер грецких орехов, экспортируемых в Турцию, с использованием фиктивных контрактов на общую сумму 57 миллионов леев. В ближайшие дни может быть принято решение о снижении тарифа на электроэнергию. Информацию подтвердили 5 апреля в Национальном агентстве по регулированию в энергетике. В сообщении представителей агентства отмечается, что Наре установила предпосылки для снижения регулируемых тарифов и цен на электроэнергию, поставляемую конечным потребителям. В связи с этим поставщикам предложено представить заявки на корректировку до 7 апреля для скорейшего проведения юридических процедур по снижению тарифов. Как уточнили представители Наре, соответствующая информация будет опубликована на сайте anre.md на следующей неделе. Напомним, несколько дней назад компания «Энергоком» заключила новый договор на закупку электроэнергии с Кучерганской ГРЭС сроком на полгода. Согласно договору, закупочная стоимость 1 мегаватт-часа электроэнергии составляет 66 долларов. Это на 7 долларов меньше, чем в предыдущие 4 месяца. С января этого года потребители «Премьер Энерджи» платят за электричество по 3 лея 42 бана за 1 кВт-час, а клиенты ФАИ «Норд» 3 лея 84 бана. В Молдове острая нехватка кадров в системе образования, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр просвещения Анатолий Топалы в эфире телеканала ТВ8. По его словам, в настоящее время не хватает более 2300 учителей. В этой связи Топалы отметил, что из-за кадрового дефицита некоторым педагогам приходится преподавать несколько предметов. При этом высоко число работающих учителей-пенсионеров, и этот показатель будет только увеличиваться, посетовал министр. Кадровый дефицит в сфере образования особенно остро ощущается в селах. Поэтому, по словам министра просвещения Анатолия Топалы, некоторым учителям пришлось срочно пройти переподготовку, чтобы преподавать несколько предметов. Есть проблемы, связанные с нехваткой педагогических кадров, особенно в сельской местности. По данным местных профильных органов, не хватает более 2300 учителей. Бывают ситуации, когда некоторые учителя, прошедшие переподготовку, преподают несколько предметов. Не обязательно это один из предметов, по которым они обучались изначально. От этого зависит качество образовательного процесса, который проводят эти учителя. Я мог бы быть учителем математики и со временем пройти переподготовку для преподавания физики должным образом. В этой связи Анатолий Топала указал на необходимость уделить особое внимание подготовке кадров в сфере образования, назвав это важной задачей на ближайший период. Как я уже упоминал, это проблема, о которой мы должны уделить особое внимание в последующий период. Необходимо инвестировать в подготовку кадров в сфере образования. По поводу зарплаты учителей, министр сообщил, что молодой специалист-преподаватель получает более 7600 леев, а учитель с более высокой квалификацией и стажем работы более 20 лет свыше 11100 леев. При этом Топала не ответил на вопрос ведущего, хватит ли этих денег на жизнь человеку с опытом работы в системе образования, но заявил, что будут предприняты дальнейшие усилия для повышения зарплаты учителей. Зарплата молодого преподавателя более 7600 леев. Это 0,75 педагогической нормы в первые три года деятельности. Зарплата учителя с более высоким уровнем и стажем более 20 лет превышает 11100 леев. Как вы думаете, достаточно ли этого для того, кто имеет 20-летний опыт работы в этой системе? Я отметил, что мы продолжим прилагать усилия для повышения зарплаты учителей. По данным Минпросвета, в начале 2022-2023 учебного года наибольший дефицит преподавательских кадров был зафиксирован по таким предметам, как математика, румынский язык и литература, физика, физкультура, английский и французский язык, история, химия, биология. Также существует острая нехватка учителей начальных классов, воспитателей и музыкальных руководителей в детских садах. Среди причин кадрового дефицита министерство назвало уменьшение числа детей, уход учителей из системы, а также немотивирующую зарплату. Республика Молдова должна заплатить членские взносы международным и региональным организациям, частью которых является, а также оплатить долги из государственного бюджета за 2023 год. Общая сумма превышает 66 миллионов 54 тысячи леев. Решение о выделении указанных средств одобрено правительством. Согласно правительственному постановлению, более 66 миллионов леев предстоит выплатить в качестве взносов за участие в 67 международных организациях. Пять из них являются парламентскими, 55 – международными, и 7 – входят в состав Содружества независимых государств. Статус членства в Совете Европы обходит ценам дороже всего – свыше 9 миллионов 900 тысяч леев. В числе самых высоких также расходы в рамках СНГ – 5 миллионов 800 тысяч за участие в Межпарламентской ассамблее Содружества и около 3 миллионов 100 тысяч в других организациях СНГ. Кроме того, в этом году наша страна выплатит более 7 миллионов 600 тысяч леев в виде взносов за участие в межпарламентских организациях. Свыше 1 миллиона 300 тысяч леев будут выплачены Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, 270 с лишним тысяч Межпарламентскому союзу и более 46 тысяч Парламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Свыше 100 тысяч леев предстоит выплатить Парламентской ассамблее Франкофонии и более 5 миллионов 800 тысяч Межпарламентской ассамблее СНГ. Вместе с тем, взносы в Организацию объединенных наций со стороны Молдовы составляют 5 миллионов леев, 4 миллиона 800 тысяч в программу развития ООН и 4 миллиона 300 тысяч в Объединенный институт ядерных исследований. Бывший президент США Дональд Трамп был формально арестован в Нью-Йорке 4 апреля на 2 часа для прохождения юридических процедур. Уголовный суд Манхэттена предъявил ему обвинение по 34 эпизодам фальсификации деловых документов и преступного сговора. Своей вины политик не признает. Дональд Трамп стал первым в истории США экс-президентом, который подвергся уголовному преследованию. 45-й президент США Дональд Трамп предстал 4 апреля перед судом в Нью-Йорке для предъявления ему официальных обвинений сразу по 34 пунктам. Они касаются дела о подлоге финансовых документов, в том числе при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс в разгар предвыборной кампании 2016 года. Дэниелс якобы получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Дональдом Трампом за 10 лет до этого. В обвинительном заключении также утверждается, что Трамп причастен к незаконному заговору с целью подрыва прозрачности выборов 2016 года. Следующее предварительное судебное заседание по данному делу запланировано на 4 декабря, а его рассмотрение по существу ожидается в январе 2024 года. Дональд Трамп отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений, назвав их политически мотивированными. Слушание было шокирующим для многих из-за того, что у них не было никаких сюрпризов, а следовательно и никакого дела. Практически каждый эксперт в области права сказал, что никаких доказательств нет, не было ничего незаконного, написал Трамп в своей социальной сети. До этого он заявил, что не может поверить, что это происходит в Америке. После явки в суд Дональд Трамп вернулся во Флориду, где выступил с речью. Он заявил, что происходит массированное вмешательство в президентские выборы, запланированные на 2024 год, в которых он собирается участвовать. Оно начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брега в Нью-Йорке, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа. Дональд Трамп стал вторым в истории США арестованным главой государства и первым, который подвергся уголовному преследованию. По 34 предъявленным пунктам политику в общей сложности может грозить 136 лет тюрьмы. Продолжение следует...